Вачинский подросток умер после кросса на физкультуре. В больнице его везли на попутках. В городе начались посадки. Сотни деревьев, нет ополей, появятся на улице Хачинска. Расскажем, как посадить свое. Из-за магнитной бури сегодня даже за руль не советуют садиться. Советы метеозависимым. А еще будет афиша на выходные. Мы искали для вас самый интересный отдых, если вы уже выкопали картошку. Сегодня журналистов в школу не пускают. Руководство за комментариями отправляет в Следственный комитет. Накануне в третьей школе случилась трагедия. На уроке физкультуры умер подросток. Мальчику было 13. Всем классом они бегали кросс. ЧП обсуждает сегодня едва ли не вся школа. Учитель физкультуры сказал, что классу бегают 10 кругов, а он пробежал всего 4. Был кросс, да? 10 кругов вокруг зала? Нет, вокруг школы. А, вокруг на улице это случилось? То есть, ну, вы просто не знаете, да, вот это вот? То есть, они бегали, мне стало плохо? Не знаете, взывались? Нет, 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 нет. Школьный медработник оказал всю необходимую помощь. Одноклассницы рассказывают, скорую дожидаться в итоге не стали. Мальчика отвезли в больницу учителя на личном автомобиле. Главный детский врач Александр Третьяков говорит, врачи ничем не могли помочь. Вчера поступил ребенок в приемное отделение в 13.10 в состоянии клинической смерти. Ребенок доставлен к нам попутным транспортом. В течение 30 минут проводились реанимационные специализированные мероприятия. Проводилась сердечно-легочная реанимация специалистами, врачами-реаниматологами. Но, несмотря на все проводимые мероприятия, через 30 минут констатирована уже биологическая смерть. Сегодня состоялось вскрытие патологоанатомическое, по результатам которого предварительный диагноз по результатам – это обширный инфаркт миокарда. Знаем, что ребенок наблюдался в кардиоцентре города Красноярска. Будем с ними связываться, поднимать документы, смотреть, какие были даны рекомендации, какие были основания. Ну, то есть, всю работу будем проводить. Родителям наше соболезнование, на самом деле, родственникам. Потому что потеря ребенка, наверное, это самая невосполнимая потеря. Одноклассники пишут в соцсетях, что еще во вторник после первого урока физкультуры подростку стало плохо. Но он об этом не сообщил учителю. И тот отправил его бегать со всеми вместе. Нам не удалось связаться с преподавателем физкультуры. Известно, что это молодой специалист 23 лет. Но на сайте школы нет ни имени, ни фото. Очевидно, работает первый год. Теперь следствие установит, есть ли вина педагога в смерти ребенка. В настоящее время следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего, обучающегося в школе номер 3, в 7-м А-классе. Все обстоятельства выясняются. По результатам вскрытия будет установлена причина смерти. Есть еще один факт. По нашей информации, мальчик в прошлом году был на домашнем обучении по состоянию здоровья. Не исключено, что его смерть станет поводом для большой школьной проверки. По словам главного детского врача Александра Третьякова, медкомиссия перед учебным годом проставляет в медицинских картах группы здоровья. Они, как говорит доктор, являются рекомендациями для занятий по физкультуре. Похоже, на них никто не обращает внимания. А мы сделали подборку за последние несколько лет. Подобные случаи на уроках физкультуры случаются по всей стране. 2010 год. В Краснодаре 11-класснику стало плохо после урока физкультуры. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Позже выяснилось, что у него был порог сердца. 2012 год. Город Орел. 15-летний юноша потерял сознание на уроке физкультуры, скончался в машине скорой помощи от сердечной недостаточности. 2014 год. В Курской области шестикласснице стало плохо во время занятий физкультуры. Девочки оказали помощь, но она скончалась еще до приезда медиков. Причина смерти стала остановка сердца. 2015 год. В Подмосковье подростку 14 лет стало плохо в спортзале школы. Юноша скончался еще до приезда медработников. 2016 год. В одной из школ Красногорска школьница умерла после урока физкультуры. Позже выяснилось, что у девочки был порог сердца. 2017 год. В городе Артемий на уроке физкультуры в школе после первого разминочного круга 9-летний мальчик потерял сознание. Несмотря на то, что оказывалась медицинская помощь, ребенок скончался. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала ОСА. Это рубрика «Главный паучинск». Первым наблюдением на сегодня будет пропажа знака об одностороннем движении, который находился на пересечении улиц 40 лет ФЛКСМ и улицы Строителей. Мы прошли дальше по улице Строителей и увидели, что при выезде от дома 19 на дорогу с односторонним движением есть только один знак «Уступи дорогу». А при выезде со двора 20-го дома нет вообще никаких знаков. Нехватку еще одного дорожного знака мы обнаружили при выезде с улицы Калинина на улице Декабриста. Всю информацию мы передали в администрацию. Ждем реакции, а пока идем дальше. Следующим наблюдением будет улица Гагарина, где теплосети совместно с депутатом по этому округу проводят посадки яблонь. Для чего делается посадка деревьев сейчас во Гагарина? Ну, а первое – это то, что мы хотим видеть свой город зеленым, красивым. Второе – то, что мы в прошлом году здесь прокладывали новый водовод и в процессе работы нам пришлось выкорчевать здесь часть деревьев для прокладки нового водовода. Ну, а теперь вот было принято решение именно здесь, по Гагарину, произвести высадку новых деревьев. Значит, по Гагарину, вот перекрестка Лапенкова-Гагарина мы высаживаем саженцы яблони. А сколько их? А, порядка где-то 70 штук. Кто будет за ними в дальнейшем ухаживать? Посадить на мало надо, чтобы еще контролировать приживаемость, следить за растениями. Ну, вообще вот эту акцию мы проводим совместно с теплосетями. Это вот генеральный директор Токарев Александр Юрьевич, где мы с ним проговаривали, что также и в дальнейшем возьмем шефство над этими саженцами и будем их поливать и смотреть. Здесь мы закончили, теперь идем дальше. Сегодня в Ачинском краеведческом музее проходит торжественное мероприятие в честь 130-летия. Поздравляют работников творческие коллективы. Праздничное торжество, посвященное 130-летию Ачинского краеведческого музея, открывает парад юбиляров! Сегодняшнее мероприятие мы подошли очень ответственно и дарим вам памятник. На самом деле это памятник, историко-литературный. На этом наши сегодняшние наблюдения подошли к концу. Если вам есть что нам рассказать, пишите на сайте или в группу ВКонтакте. Нужны деньги? Поможет Ломбард 24. Деньги на срочные нужды под залог золота. Бытовой, цифровой техники, меховых изделий, автомобилей с правом пользования и недвижимости. Низкий процент за пользование деньгами. Неограниченное количество перезалога. Работает круглосуточный комиссионный магазин по скупке и приему любой бытовой. Цифровой техники, электробензоинструмента, меховых и золотых изделий, автомобилей и спецтехники. Ломбард 24. Приходите по адресу ЮВР, дом 13. Жители Юго-Восточного района обеспокоены, они уверены. По их квартирам ходят мошенники, якобы предлагают профилактическую проверку пластиковых окон. Как утверждают жильцы, одна пожилая женщина уже попалась на уловку таких нерадивых продавцов. Изначально все их услуги были бесплатными, но в итоге квитанцию выписали аж на 9 с лишним тысяч рублей. Как рассказывает жительница дома 44 в Юго-Восточном районе, сначала неизвестные позвонили в домофон. Татьяна Михайловна, не сомневаюсь, открыла дверь посетителям, так как была уверена, это кто-то из соседей просто забыл ключ. Затем уже постучались к ней в квартиру. Я дверь открыла, девушка молодая, высокая такая, блондинка с блокнотиком. Здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Сколько у вас пластиковых окон? Я говорю, три, а что? Вот мы, значит, наша фирма производит профилактику, значит, это самое, пластиковых окон, то есть смазку, замену резинок, значит, все такое. Через 10 минут, будьте дома, никуда не уходите, через 10 минут к вам придет мастер и все вам сделает. Денег за это не надо, мы делаем это бесплатно. Через некоторое время мастер действительно пришел, но женщина дверь не открыла и продавцы отправились по другим квартирам. Жительница говорит, что хотела вызвать полицию, но не решилась. В полиции нам рассказали, что к ним уже поступало несколько сообщений от обеспокоенных жителей. После проведенной проверки выяснилось, что эти продавцы не мошенники. Сейчас это называют агрессивным маркетингом. Если вы или ваши родственники попались на рекламные уловки таких продавцов и хотите вернуть свои деньги, то полицейские советуют обращаться в суд. Елизавета Никитина, Вячеслав Кебиков, новости телеканала ОСА. Для автохамов у нас есть отдельная рубрика, где мы показываем лихачей и передаем данные в ГАИ для наказания. Сегодня хочу обратить внимание на пешеходов. По статистике ГИБДД в Ачинске и Ачинском районе за этот год зарегистрировано 37 аварий с участием пешеходов. Причем в 16 из них виноваты сами пешеходы. Довольно часто люди переходят дорогу там, где придется. Или как эта девушка на перекрестке Свердлова-Зверева начинает переходить, когда зеленый свет для нее уже погас. При этом особо не торопится, задерживая водителей и ставя под угрозу собственную жизнь. Добавлю, что по данным ГИБДД за весь год составлено 20 протоколов на пешеходов и 158 на водителей, которые не пропустили пешеходов. Дарья Потехина, Иван Цуканов, новости телеканала ОСА. Вечером 8 сентября и всю ночь 9 сентября астрономы прогнозируют сильнейшие магнитные бури. Произойдет это из-за мощного взрыва на Солнце. Вспышка, которая произошла 6 сентября, принадлежит к последнему классу Х, что делает ее одной из мощнейших взрывов на Солнце за 12 лет, сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Из-за магнитных бурь страдают метеозависимые люди, особенно больные гипертонией. Они могут чувствовать головные боли, недомогание, усталость и скачки давления. Если человек здоровый, на здоровых людей в большей степени магнитные бури, наоборот, влияют положительно. Они повышают иммунную систему, в результате улучшается самочувствие человека, настроение поднимается. Это у абсолютно здоровых людей. А у больных людей чаще всего магнитные бури, вот эти вот вспышки солнечные, они действуют на людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медики утверждают, что метеозависимость – это не болезнь, а лишь сигнал того, что в организме есть какие-то неполадки. Значит, есть повод вплотную заняться своим здоровьем. Тем не менее, врачи советуют принять меры, чтобы снизить риск серьезных последствий от магнитных бурь. В этот день не отказываться от приема лекарств, которые понижают давление, а люди, которые страдают еще ишемической болезнью, они и так регулярно принимают. А в этот день просто надо понаблюдать, поизмерять в течение дня артериальное давление, особенно к вечеру. И еще я хочу посоветовать сегодня ограничить употребление соли, кто страдает гипертонической болезнью, и ограничить употребление жидкости, особенно к вечеру, чтобы это не спровоцировало резкое повышение артериального давления. Также советуют воздержаться от долгих прогулок. Лучше этот день провести дома за расслабляющим занятием, чтением книги или просмотром спокойной телепередачи. Курящим людям нужно снизить количество сигарет, а еще не употреблять алкоголь. Еще одна важная рекомендация метеочувствительным водителям – постараться не садиться за руль в дни магнитных бурь, чтобы избежать аварий. Как, например, сегодня в районе поселка Горний. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Елизавета Никитина, Иван Цуканов, новости телеканала ОСА. Конечно, я реагирую. Я сердечница. На меня очень это действует здорово. Как проявляется давление? У меня давление поднимается. Мне сердце начинает давить все. Пока нет. Пока нет. А у родственников, мам, бабушек? Чувствуется. У более пожилого человека чувствуется. А как проявляется у вас давление? Давление, недогомогание. Да, вот вчера даже я не знала, что будет магнитное буре, но я гипертоник, но как бы всегда поддерживаю свое здоровье, пью препараты нужные. А вчера так ужасно себя чувствовала, у меня давление давным-давно не было по 200. Не проявляется на самом деле. Единственное, что осень, да, и утром, когда на работу собираешься спать охота, вот. То есть вот некая усталость есть, а так в принципе ничего не чувствую. А у родственников, мам, бабушки, тети? А мама гипертоника, она в любом случае чувствует перемену погоды. Без этого никак? Нет. А у мужа? Вот у мужа немножечко сегодня чувствовался. И то, наверное, потому что в интернете посмотрели, что будет магнитное буре, поэтому ожидали. Сами себе на кухню? Да, да, да. Наверное. А вот кто-нибудь там, мамы, бабушки реагируют, да? Ну да, конечно, реагируют. Сегодня пятница. Это значит, что пора строить планы на свои выходные. Помимо кафе, развлекательных центров и прогулок на свежем воздухе, всей семьей можно сходить в кино. В эти в субботу и воскресенье в прокате 4 картины. Бабушка легкого поведения. Веселая комедия от российского производителя. Начало сеансов 18.45, 20.30 и 22.15. Возрастное ограничение 16+. Гоголь. Начало. Приключенческий детектив о том, как персонажи известных произведений встречаются со своим создателем. Картина предназначена для лиц старше 16 лет. Начало сеансов 19.20 и 21.30. А для юных зрителей в субботу и воскресенье продают два мультфильма. Реальная белка и Дозор джунглей. В воскресенье 10 сентября в 14.00 на городском аэродроме работники Ачинского НПЗ поздравят свой завод необычным флешмобом. 121 машина выстроится в надпись «АНПЗ 35 лет». Туда пустят все, кто захочет посмотреть на это действие. Мероприятие бесплатное. А если не получится присутствовать лично, то, как все прошло, вы сможете посмотреть на нашем канале 11 сентября. А вот в конце следующей недели Ачинский драматический театр откроет премьерой свой новый театральный сезон. 41-й – революционная драма, где встречаются любовь и смерть. Открытие театрального сезона пройдет 14, 15 и 16 сентября. Билеты в кассе театра – цена от 200 рублей. Также на следующей неделе в нашем городе впервые пройдет летняя спортикиада. Со всего региона съедутся более 800 участников. Соревнования пройдут в 10 видах спорта. Торжественное открытие состоится на Большом поле спорткомплекса «Олимп». Начало в 18.00. На этом у меня все. Телеканал «АСА» желает вам самого позитивного настроения и отличных выходных. До понедельника! Телеканал «АСА» желает вам самого позитивного настроения и отличных выходных. «Ольпом» Я не буду показывать, потому что ты пишешь. Сегодня в лицее номер один проходит ежедневная… Ой, ежедневная… Сегодня в лицее номер один проходит… Ванна Ванна Что ты делаешь, человек? Нехватку еще одного знака, только уже уступи дорогу, мы нашли на пересечении улиц Калинина и Декабристов Обо всех этих знаках мы запросили Без лишних слов, я уже хочу домой Сегодня пятница, значит пора зажигать все в Чикаго Субтитры сделал DimaTorzok